Дан старт! В Наринмаре состоялся первый этап фестиваля детско-юношеского технического творчества через Арктику к звездам. В течение нескольких дней участники мероприятия побывали на мастер-классах, лекциях и познавательных встречах, познакомились с российскими летчиками-космонавтами и астрономами, а также ветеранами аэрокосмической отрасли. Торжественное открытие фестиваля провели во Дворце культуры Арктика. Репортаж Людмилы Сидейской. Важный и исторический момент. На связь с наринмарскими школьниками выходят российские космонавты. Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, которые находятся на борту Международной космической станции, передают участникам фестиваля свои поздравления. Дорогие ребята, будущее во многом зависит от вас. Любите мир, любите своих близких, цените каждое мгновение, дарите друг другу улыбку и радость, проявляйте заботу и внимание, мечтайте, верьте в то, что много еще вам предстоит открыть. Мы желаем вам добра и здоровья. Мы с высоты космического полета видим, как прекрасна наша планета Земля и как бережно нужно к ней относиться, как важно жить в согласии, быть счастливыми и дружить со всеми народами мира. Еще одно обращение от Натальи Королевой, дочери великого советского ученого, инженера-конструктора Сергея Королева. Я очень рада, что вы интересуетесь авиацией и космонавтикой. И кто знает, может быть, когда-то в скором времени мы увидим в космическом пространстве какого-то космонавта из Ненецкого автономного округа. Этого я вам желаю. Я желаю, чтобы очень хорошо прошел у вас фестиваль. Желаю вам успеха в учебе и всем, чтобы вы интересовались космонавтикой и авиацией. Всегда. Фестиваль «Через Арктику к звездам» – это уникальная возможность для детей Заполярья. Учащиеся городских школ познакомятся с российскими космонавтами и конструкторами, а также посетят лекции по астрономии. Ваш город, ваш край – это ворота в Арктику. А город Звездный – это ворота в космос. Мы очень надеемся, что благодаря объединению двух этих замечательных города Звездный и вашего замечательного края города, вы станете будущим. Среди почетных гостей и Александр Лазуткин. В Наринмаре летчик-космонавт уже не первый раз. Говорит, от нашего небольшого городка просто в восторге. Такое же впечатление у Лазуткина и от местных школьников. Рассказывать подробности своего полета к звездам пришлось едва ли не 10 раз. Настолько любознательными оказались участники фестиваля. Даже сейчас зародились планы на то, чтобы на ближайшие годы еще какую-нибудь программу здесь сделать, чтобы ваши дети гремели по всей нашей стране. Все говорили, что есть такой город Наринмар, и там унцы и умники растут. Кроме того, мне было приятно видеть то, что я называю пытливые глаза. Вот это, пожалуй, самое главное. Если есть искорки в глазах, это значит, что есть интерес, любопытство, или точнее любознательность. И это значит, что те семена, которые преподаватель, лектор пытается посеять, дадут всходы. Фестиваль «Через Арктику к звездам» проводится второй раз. В 2017 он состоялся под названием «Арктика. Дети. Космос» и был посвящен развитию авиации. Сейчас же тема более узкая – техническое, инженерное и конструкторное творчество. В течение учебного года это будут разовые мероприятия, когда будут по возможности приезжать наши друзья, гости из космического городка, из музеев космонавтики, ну и также из Дома авиации и космонавтики, который находится в Москве. Там мы планируем провести выставки, лекции, циклы лекций о конструкторах известных, ну и также различные тоже мастер-классы. Понятно, что будут и встречи, и многое другое. Цель – только привлечь внимание именно вот к инженерным профессиям. После торжественного открытия для школьников организаторы подготовили несколько игровых площадок. Например, на одном из мастер-классов дети рисовали 3D-ручкой модели ракет. Напомню, фестиваль «Через Арктику к звездам» состоит из трех этапов. Завершится серия мероприятий в День космонавтики 2019 года.